всем привет сегодня у меня на обзоре интересный резак от rike knifes который называется туля но я попытался найти перевод этого слова google translate выдал что это на филиппинском значит вторник но поскольку это что-то такое китая филиппинская то сдается мне что название будет звучать типа как туля что-то такое но я так себе пародист на китайском но да ладно нож на обзор предоставлен магазином ножиков точка ру они одни из немногих кто возит этот бренд в россию не хороший выбор именно этих ножей и ссылочка на магазин на все их соцсети а главное на купон коды для скидки будут в описании к видео в закрепленном комментарии это офигенный нож за свои бабки это именно резак вот если вы ищете какой-то не тяжелый резак нормального размера с нормальной конструкцией вот он давайте обо всем по порядку как я говорил это g10 интеграл да соответственно вот у нас никаких швов и отсюда вас супер легкий вес для ножа с такими габаритами всего 100 грамм это реально очень легкий нож длина рукоятки сто двадцать восемь миллиметров 14 в самом толстом месте есть везде насечки вот такие вот красненькие вставочки все очень удобно и прикольно присутствует у нас глубокая клипса полированная из нержавейки гнутая на самом деле достать его из кармана достаточно легко располагается он там тоже отлично но думаю что с темляком задача будет значительно более простой поэтому вот сюда нужно будет накинуть млячок и все будет хорошо как вы видите это саблайнер вот здесь прикручен лайнер это опять же лайнер лог вот так вот все это дело выглядит полтора миллиметра толщиной керамический шарик детента керамические подшипники в осевом и вот такой вот совсем не маленький нож и на самом деле я крайне рекомендую его поскольку здесь набор очень классных характеристик во первых он достаточно доступный во вторых 95 миллиметров клинка все 95 полезных бит бласт финиш всего 2 и 9 в обухе 2 и 9 сталь 154 7 заявленных я нигде не нашел но решил сразу же сам и проверить и здесь 60 61 единица это очень хороший показатель бутылку царапает только в путь и сведение равномерненько по 03 это реально легкий резак сразу везде на керамике который достаточно легко разбирается легко обслуживается у него открытая система подшипников объясню в чем разница многие говорят сейчас скажут ты же вот ругаешь когда вот так вот видно все объясню когда здесь керамика и когда здесь нет никаких углублений то вы можете легко промыть подшипник не разбирая а если у вас есть углубление допустим в клинке где будет всякая шняга застревать и у вас нету доступа к этому а еще если у вас стоит стальной подшипник то это реальная проблема здесь же все очень классно продумали очень бодро пуляет ножичек прям и в руке на самом деле лежит очень хорошо при этом вы видите он совсем совсем не маленький яйцок-то Продолжение следует... Ладно, для того, чтобы вы получше понимали габариты этого красавца, предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами. Продолжение следует... Вообще, на самом деле, крайне редко можно встретить нож с таким тонким обухом при такой длине клинка и таком сведении. Реально, да, взять ту же самую эндуру, у нее там со сведением все по-другому, клин у нее поуже и все в таком духе. Здесь все при нем. И внешний вид. Ну, опять же, это тоже на любителя. Кого-то, может быть, смущает форма или то, что у Райка все ножи практически на одно лицо. А может быть, просто смущают вот эти цвета. Нож выпускается еще и в других цветах, в других расцветках, если, допустим, вам не хочется чего-то такого яркого и кричащего. Мне было интересно реально, как это его разобрать и собрать? Будут ли у меня сложности с тем, чтобы подсунуть здесь эти подшипники? Где там чего какая фрезеровка? И когда я его разобрал, я понял, что это все офигенно продуманная тема. И собрать-разобрать его достаточно легко. Нож в руке сидит просто отлично. Не хватает мне немножко вот здесь чойла. Хотелось бы, чтобы это все-таки был полноценный чойл. Но вот при таком ухвате строгать понятно. Будет не очень комфортно за счет вот этого перелома и увода рукоятки вниз. А вот нарезать продукты одно удовольствие. Тоненько сведенный. Сейчас он у меня уже переточен, потому что я им царапал бутылку. И сведение 0.3. Просто огонь. И вот я говорю, я его сейчас заточил на 20 на сторону. Просто слайсирует все, что ты хочешь. Но тестировал я его до переточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, к чему можно придраться конкретно, к этому ножу, это даже не косяк. Это именно особенность вот этой конструкции. Когда вы его разберете и захотите собрать обратно, сделать это будет несложно. Но вот выставить потом центровку клинка для перфекционистов будет задачей не самой простой. У меня не получилось с первого раза. Я его сейчас буду после видео, я его сейчас буду перебирать, чтобы все-таки выставить его как-то по центру. Вроде бы не сильно, вроде бы не сильно, нигде ничего не трет, но хотелось бы как было из коробки. Из коробки все было, кстати, прям супер. И по механике, и по всему остальному. Это единственный момент, который есть на этом ноже. Во всем остальном, ну вот я говорю, можете клипсу застонвошить, потому что это единственная деталь, которая здесь блестит. Поскольку вставки вот эти вот, сам клинок, все матовое. Только вот эта часть и вот эта вот клипса блестючий. Стоунвош и все. И отлично. Крайне рекомендую присмотреться. Если есть возможность приехать в магазин, поддержать, тоже крайне рекомендую. Поэтому на этом, наверное, и все. Магазин ножиков.ру. Большое спасибо за предоставленный экземпляр. Ссылочки на нож и на купон. Скидки будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok